Книга открытым оком. Вопрос 512. Тема богослужения. По церковным правилам мирянину нельзя входить в алтарь, а после крещения мужчин вводят в алтарь. Не нарушается ли этим правило соборов? Шестой вселенский собор, шестьдесят девятое правило. Никому из всех принадлежащих к разряду мирян да не будет позволено входить внутрь священного алтаря. Но по некому древнему преданию отнюдь не возбраняется сие власти и достоинству царскому, когда восхотет принести дары Творцу. Лаудикийский собор, девятнадцатое правило. Единым токмо освященным позволено входить в алтарь и там и приобщаться. Толкования Вальсамона, Зонары и Аристина не могут превышать того, что заложено в этих правилах. Поэтому то, что новокрещенного вводят в алтарь, хотя это и предполагает, что он в этот момент святой, должно иметь обоснование в каноне. Считаю, что ни в коем случае вводить туда новокрещенного не стоит. Это прямое нарушение правила. Придумали легенду, что Преснодеву после введения в храм Захария перед священником вел во святая святых. И этим как бы ей оказывается честь большая. Что она там жила и трудясь, там и молилась. Это даже не легенда, а для евреев слышать такое есть верх безумия. Ты посмотри, как евреи стояли за то, чтобы ни в каком случае не был нарушен этот закон. Ее сразу же бы убили, еще на пороге алтаря. Третье Маковейских, первая глава с 9 по 25 стих. Прибыв же в Иерусалим, он принес жертву великому Богу, воздал благодарение и прочее исполнил, приличествующее священному месту. И когда вошел туда, то изумлен был величием и благолепием, и, удивляясь благоустройству храма, пожелал войти во святилище. Ему сказали, что не следует этого делать, ибо никому из своего народа не позволительно входить туда, и даже священникам, но только одному, начальствующему над всеми перед священнику, и при том однажды в год. Но он никак не хотел слушать. Прочитали ему закон, но и тогда не оставил он своего намерения, говоря, что он должен войти. Пусть они будут лишены этой чести, но не я. И спрашивал, почему, когда он входил в храм, никто из присутствующих не возбранил ему. И когда некто неосмотрительно сказал, что это худо было сделано, он отвечал, но когда это уже сделано, по какой бы то ни было причине, то не должен ли ему во всяком случае войти, хотят ли они того или не хотят. Тогда священники в священных одеждах, пали ницей, молились великому богу, чтобы он помог им в настоящей крайности и удержал стремление насильственного вторгающегося. Храм наполнился воплями слезами, а оставшиеся в городе сбежали в смущении, полагая, что случилось нечто необычное. В заключении в своих покоях девы выбегали с матерями и, посыпая пеплом и праг головы, оглашали улицы рыданием и стонами. Другие во всем наряде, оставив приготовленный для встречи брачный чертог и подобающий стыд, беспорядочно бегали по городу. А матери и кормилицы оставляли и здесь, и там новорожденных детей. Иные в домах, другие на улицах неудержимо сбегались во святейший храм. Так разнообразна была молитва собравшихся по случаю святотатственного покушения. Вместе с тем, некоторые из граждан возымели смелость не допускать домогавшегося вторгнуться и исполнить свое намерение. Они воззвали, что нужно взяться за оружие и мужественно умереть за закон отеческий, и произвели в храме великое смятение. С трудом быв удержаны старейшинами и священниками, они остались в том же молитвенном положении. Народ, как и прежде, продолжал молиться, и даже бывшие старем старейшины многократно пытались отвлечь надменный его ум от предпринятого намерения. Но исполненный дерзости и все пренебрегший, он уже делал шаг вперед, чтобы совершенно исполнить сказанное прежде. Видя это, и бывшие с ним начали призывать вместе с нашими вседержителя, чтобы он помог в настоящей нужде, не попустил такого беззаконного и надменного поступка. От совокупного и напряженного и тяжкого народного вопля происходил невыразимый гул. Казалось, что не только люди, но и самые стены и все основания вопили, как бы умирая уже за осквернение священного места. 2 глава 12 и 16 стих В таком упадке нашем этот дерзкий нечестивец покушается оскорбить это святое место, посвященное на земле славному имени Твоему. Тогда всевидящий Бог и на всеми святых, услышав молитву смирения, поразил надмевавшегося насилием и дерзостью, сотрясая его туда и сюда, как тростник ветром, так, что он лежа, недвижим, на помосте и, будучи расслаблен членами, не мог подать даже голоса, постигнутый праведным судом. Продолжение следует...